Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Елена Краева. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Встречайте новый день с нами. Сегодня в нашем выпуске вы увидите ремонт дорог. О промежуточных результатах и сроках завершения работ в репортаже нашего корреспондента. В отпуск без долгов. Налоговые инспекторы помогут жителям проверить наличие задолженности и проконсультируют по профильным вопросам. Пушкинский праздник. В парке Захарова провели мероприятие в честь дня рождения поэта. Новые арт-объекты. В парке Малевича открылась вторая часть экспозиции современного искусства. Победители турниров. О каратистах спортивной школы поселка Горки-10. Репортаж нашего корреспондента. 6 июня 1922 года начали выпускать ежемесячный журнал «Крестьянка». К каждому выпуску прилагалось бесплатное пособие. Уроки кройки и шитья, вязания, моды и многое другое. «Крестьянка» продолжала выходить и после распада СССР. Здесь публиковали литературные произведения, интервью известных женщин, советы по уходу за домом, ведению хозяйства, кулинарные рецепты и другую информацию для женской аудитории. Последний выпуск журнала вышел в конце 2015 года. Какими еще событиями запомнился сегодняшний день, смотрим в нашей следующей рубрике. 6 июня 1956 года в СССР отменили плату за обучение в старших классах школ, средних специальных и высших учебных заведениях. Вопреки сложившемуся мнению, что образование в Советской России было бесплатным, в столичных школах оно стоило 200 рублей в год, в провинциальных – 150, а за обучение в уже приходилось выкладывать 400 рублей в Москве, Ленинграде и столицах Союзных Республик, 300 в других городах. Годовая плата примерно соответствовала среднемесячной зарплате советских трудящихся. Однако это для многих закрыло возможность продолжить образование после седьмого класса, а колхозники тогда вообще зарплаты не получали и работали за трудодни. В результате количество выпускников различных заведений сократилось вдвое. Во время войны ЦК КПСС решил отменить плату за обучение. 6 июня 1957 года в Москве открыли магазин «Детский мир» на Лубянке. Благодаря масштабным аркам, фасадам из стекла, алюминиевым конструкциям и большим площадям здание признали первым советским универмагом европейского уровня. Построили его за три года, и он сразу же стал лидером в СССР по продаже детских товаров. После распада СССР центральный детский мир пришел в упадок. На первом этаже магазина располагался автосалон, а детские товары занимали всего пятую часть здания. Летом 2000 года появилась идея строительства общероссийской сети магазинов с центром на Лубянке. Они появились не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а также в областных городах. 6 июня отмечают Пушкинский день, известный также как День русского языка. Именно в этот день по новому стилю в Москве родился Саша Пушкин. В советские времена этот праздник отмечали как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже в сталинские времена сопровождалось торжественными мероприятиями. А в 2011 году президент России подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. Также сегодня день рождения русского художника-передвижника, педагога Константина Савицкого, советской актрисы театра и кино, народной артистки СССР Татьяны Пельцер и скрипача, дирижера, народного артиста России Павла Когана. В Одинцовском округе продолжается ямочный ремонт на муниципальных дорогах, дворовых территориях и общественных пространствах. О промежуточных результатах и сроках завершения работ главе округа доложил заместитель директора Упрдор Капстрой Сергей Милюков. Подробности в следующем репортаже. Отремонтировать более полутора тысяч километров дорог. Такую задачу перед главами муниципалитетов в начале сезона поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Работы начались и уже можно отчитаться о первых результатах. Мы особые усилия должны направить на приведение в порядок дорожно-транспортной сети, плюс тротуары, которые также являются незаменимыми и важными в жизни каждого человека. Сегодня в Одинцовском округе продолжается ямочный ремонт на муниципальных дорогах, дворовых территориях и общественных пространствах. Глава муниципалитета Андрей Иванов держит этот вопрос на личном контроле. Для нас важно, чтобы эти работы доставляли, с одной стороны, как можно меньше неудобств жителями, проводились в срок качественно. И на то у нас есть и опыт, и компетенции, и соответствующие, проверяющие нашу работу в лаборатории и структуре. Программу ремонта сформировали по итогам обследования. При этом учитывали интенсивность движения и заторов в часы пик, а также расположение социальных объектов. Сейчас основные работы на дорогах ведутся так называемыми «большими картами», что причиняет водителям минимальные неудобства. Завершить их планируют до 1 июля. Качество дорог, естественно, и центральная дорога, Можайское шоссе улучшилось. Есть в местах, даже перекладывают по гарантии. Полностью по всем улицам Трехгорки идет ямочный ремонт. Большим объемом. Потом переходят они в Одинцово. Проверяли эстакаду нашу, которая разделена на два года. В том году одну сторону сделали, и в этом году другую сторону. К концу месяца обещают уже дорогу открыть. Особое внимание уделяется пожеланиям горожан. В этом году протяженность дорог, за обновление которых проголосовали местные жители на портале «Добродел», составила около 32 тысяч квадратных метров. Отремонтировать их планируется до 1 сентября. Еще одна актуальная тема – нанесение дорожной разметки износостойким материалом. На сегодняшний день сформировано не менее шести бригад ручных, которые наносят у нас разметку. Это пешеходные переходы, искусственные дорожные неровности и так далее. Там дублирующие стрелки и все остальное, все, что касаемо холодного пластика. Работает на территории Одинцовского округа уличной дорожной сети не менее двух комплексов с нанесением разметки термопластиком. Все работы по разметке на территории округа завершатся не позднее 15 августа. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Налоговые инспекторы помогут жителям Одинцовского округа проверить наличие задолженности перед бюджетом и проконсультируют по вопросам налогообложения. Такая возможность у горожан появилась в рамках традиционной акции «В отпуск без долгов», которая стартовала в июне. Мобильные офисы налоговой инспекции разместят в крупных торговых центрах и на предприятиях муниципалитета. Об этом в ходе пресс-конференции рассказали сотрудники Одинцовской налоговой инспекции. Подробности у Полины Баховой. Чтобы отпуск не был омрачен, налоговые органы рекомендуют вовремя проверять и оплачивать свои задолженности. В связи с этим в округе объявлена акция «Отпуск без долгов». В рамках акции будут размещены мобильные офисы инспекции в крупных торговых центрах, на крупных предприятиях. Налоговые инспектора помогут гражданам проверить информацию о задолженности перед бюджетом, получить платежные документы в случае ее наличия. Если задолженности все же имеются, налоговые органы осуществляют ряд действий по их взысканию. Отправляют требования физическим лицам, совместно с территориальными отделами проводят рейды по наложению ареста на имущество, взыскивают задолженности в судебном порядке, направляют работодателям и кредитным организациям судебные приказы. Задолженность по имущественным налогам физических лиц по состоянию на сегодня составляет 1,561,000,000 рублей. В том числе налог по имуществу 267,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Организации, которые столкнулись с финансовыми сложностями, но желают восстановить бизнес, могут избежать банкротства путем заключения мирового соглашения. Оно может быть заключено на любой стадии дела о банкротстве. Основная задача мирового соглашения – это восстановление платежеспособности лица и удовлетворение всех требований кредиторов. Применение мирового соглашения особенно актуально в период спада экономической активности, то есть в ситуациях, когда у должника нет возможности погасить обязательные платежи. При этом компании остаются на рынке, сотрудники сохраняют свои рабочие места, аналогоплательщик погашает свои долги в добровольном порядке. Кроме того, оплата задолженности возможна равными частями в течение года. В собственности должника сохраняется имущество и, самое главное, деловая репутация. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». В минувшие выходные в Подмосковье стартовала акция «Проверь здоровье в парке». В субботу и воскресенье бригады врачей работали в 17 городских округах. Несмотря на погоду, такой возможностью воспользовались 552 человека. Жители смогли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Его результаты жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. По действующему законодательству ответственность за безопасное использование газа в быту несут собственники домовладений. Они обязаны обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования. Для этого не реже одного раза в год специалисты должны производить техобслуживание. Если собственник отказывается от заключения договора или препятствует проведению ТО, Мособлгаз вправе приостановить подачу газа до устранения нарушений. На портале Добродел завершен первый этап голосования по ремонту дорог на следующий год. В сборе предложений приняли участие порядка 150 тысяч жителей Подмосковья. Во второй этап голосования, которое начнется 1 июля, попадут дороги, предложенные жителям во время первого этапа, а также участки дорог, которые выбрали профессиональные специалисты. Благодаря поддержке жителей за 6 лет отремонтировано порядка 2,5 тысячи дорог. В этом году обновят покрытие около 200 участков дорог общей протяженностью свыше 300 километров. Проект «Лето в Подмосковье» официально стартовал в регионе. Для жителей и гостей области к летнему сезону подготовили 79 пляжей, оборудовали 96 зон отдыха у воды, места для рыбалки, игры в гольф и яхт-клубы. В 184 парках можно провести время на свежем воздухе, посетить кинопоказы под открытым небом, а любители активного отдыха ждут экофермы, конные клубы и 52 глэмпинга и кемпинга. Свою программу для нового сезона также подготовили и подмосковные парки. Более 17 тысяч мероприятий пройдут в городских округах. В парке Захарова прошел традиционный пушкинский праздник в честь 224-го дня рождения поэта. Все гости окунулись в атмосферу русских народных гуляний, а также посетили разнообразные интерактивные площадки. Репортаж нашего корреспондента. Выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарки, фотозоны и народные игры. В парке Захарова состоялся праздник в честь дня рождения Александра Пушкина. Мы рады, что Одинцовский городской округ, что глава округа Андрея Робертовича Иванова дал очень высокую планку этим празднованиям нашему великому мировому поэту. А мы рады, что он у нас здесь был, Захарова. Мы гордимся нашим Александром Сергеевичем Пушкиным. Сказка о золотой рыбке, поэма Руслана Людмила и другие произведения Пушкина знакомы каждому с самого детства. Элина вместе с мамой приехала в парк, чтобы выступить на празднике и прочитать стихотворение любимого поэта. Я люблю сказку о рыбаке и рыбке, и о царе Салтане, и о петушке. В этот день посетители смогли познакомиться и узнать больше о местах, где великий поэт провел свои детские годы. С шести до двенадцати лет он каждое лето приезжал в гости к своей бабушке Марии Ганнибал. Все было замечательно. Были родители, была бабушка, была няня Арина Родионовна, замечательная бабушка Мария Алексеевна, которая научила говорить Пушкина на правильном русском языке. Ведь не скрою, что до семилетнего возраста Александр Сергеевич Пушкин не умел говорить на русском языке, а говорил только по-французски. На мероприятие приехали почетные гости и местные активисты «Единой России». Захарова, оно неразрывно связано с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, и вся его русскость, вся его русскость связана именно с этим местом. Празднование 224-летней годовщины со дня рождения великого поэта никого не оставило равнодушным. Театральные и творческие коллективы, удивительная природа и энергетика пушкинских мест. Каждый смог найти то, что ему по душе. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Переходим к новостям Москвы. Столичный митрополитен получил тысячный вагон поезда «Москва-2020». Эти модели оборудованы мощными кондиционерами, широкими дверьми, большими информационными экранами и адаптивным освещением. Производитель постоянно улучшает вагоны с учетом пожеланий горожан. Сидения стали обтягивать более прочной и немаркой тканью. А возле первых дверей головных вагонов установили дополнительные поручни для маломобильных пассажиров. О других событиях в столице узнаем прямо сейчас. В колледжах Москвы пройдут Дни открытых дверей. Благодаря этому будущие студенты и их родители получат информацию о приемной кампании, востребованных рабочих профессиях и возможностях трудоустройства. Информация об актуальных профессиях находится в интерактивном разделе «Атлас профессий колледжей» на портале «Школа Москва». Актуальные новости для абитуриентов можно найти в телеграм-канале «Колледжи Москвы». Дни открытых дверей в учебных заведениях будут проходить в течение всего лета. Столичная акция «Давай дружить» помогает маленьким инвалидам и детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так работники столичного транспорта провели для 15-летнего подростка экскурсию в электродепо «Красная Пресня». Мальчик сильно увлечен историей подземки и железной дороги. Проект «Давай дружить» помогает исполнить мечты и других детей. Уже исполнились самые заветные желания более 150 ребят. Южную часть московского скоростного диаметра достроят в этом году. Сейчас специалисты заканчивают работы на участке от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги. Строители приступили к укладке тротуара, высадке деревьев и подготовке грунта для газона. Этот участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Новые арт-объекты. В парке Малевича открылась вторая часть экспозиции современного искусства. Победители турниров. О каратистах спортивной школы поселка Горки-10. Репортаж нашего корреспондента. И новости спорта. О спортивных мероприятиях округа расскажем в нашей рубрике. В парке Малевича открылась вторая часть выставки современного искусства. Монументальная скульптура и паблик-арт. Именно в таких направлениях выполнены новые арт-объекты российских художников. Экспозиция доступна для всех посетителей бесплатно и круглосуточно. Репортаж с открытия Екатерина Крамор. В пятом измерении фигуры приобретают новые формы и состояние. Но в нашем мире они просто застывают. Именно об этом хотел сказать автор одной из экспозиций современного искусства. Сегодня в парке Малевича открывается вторая часть выставки под открытым небом. Стабильная композиция, человек-бегущий, куб космоса и другие арт-объекты. В этот раз в парке расположились еще пять новых работ авторов-современников. Первую часть выставки запустили еще осенью прошлого года. Здесь уникальная совершенно возможность приехать, погулять, насладиться и еще обогатиться культурно. Это самое главное, потому что насмотренность в искусстве очень важна. Вызвать эмоции, заставить задуматься – цель паблик-арта. Направление в современном искусстве, где скульптурой приобретают масштаб и начинают выходить за пределы музеев. Своего рассвета паблик-арт достиг период модернизма в 1960-70-е годы. Художников и скульпторов часто приглашали для работы над проектами государственных и спортивных сооружений, жилых и общественных зданий. В конкретном случае площадкой для творчества выступает парк. Работы внутри пространства. И вот это пространство Малевича, оно постепенно открывается, открывается парка. И в нем удивительные есть какие-то параллели, там рифмы возникают от деревьев, дорожек, леса. И мне кажется иногда, что тень Малевича тут иногда мелькает. Возможно кто-то впервые вообще увидит современное искусство, узнает имена современных художников. Ну и действительно это очень важная такая просветительская миссия Третьяковской галереи, которую поддержало Министерство культуры и туризма Московской области. В этот раз для посетителей экспозиции представили аудиогид «Причем тут Малевич». Отличная возможность для тех, кто хочет посмотреть все объекты и еще узнать авторский замысел каждого из них. Этот проект демонстрирует, насколько современное искусство вписывается в современное парковое пространство. И наша задача ловить эти тонкие моменты, которые мы уже поймали на первом этапе нашей выставки. Проект раскрывает связь творчества современных художников с идеями русского авангарда, а также знакомит зрителя с Казимиром Малевичем. Но какие новые арт-объекты подготовят авторы в будущем, покажет время. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Каратисты из спортивной школы поселка Горки-10 целый год участвовали в различных соревнованиях и турнирах. На этот раз на международном турнире в Минске первое место завоевал юный спортсмен Рудик Мурадян. Подробности в материале нашего корреспондента. Отточенные приемы и крепкие захваты. Тренировка у Рудика всегда по расписанию. Недавно воспитанник спортшколы из поселка Горки-10 ездил в Минск на международный турнир Кубок Дружбы. Там он занял первое место и теперь в его планах участвовать на первенстве России. Набирать форму, чтобы у меня был бы больше запаса, чем сейчас на данный момент первый номер России. Теперь у него сложный переход в другую возрастную категорию. Он переходит в 16-17 лет, в августе ему исполняется 16. И получается для спортсмена это как все по-новому. Опять новая подготовка, новые спортсмены, новые противники. У Максима тоже выдался насыщенный год. Юный спортсмен уже в десятый раз демонстрирует свои спортивные навыки на турнирах в других городах. Участие в соревнованиях для него – отличная возможность стать лучшей и набраться опыта. Перед соревнованиями два часа кумите только. То есть мы все время в парах, стоим в накладках. Это вот неделя точно. И все. Просто очень сильно тренируемся два часа, прям без перерыва. Каратисты заканчивают спортивный год и с 10 июня уходят на заслуженный отдых. После небольшого перерыва начинают готовиться к чемпионату России, а также к отбору на первенство страны. Подробнее о достижениях одинцовских спортсменов за этот год вы узнаете в нашей программе «Специальный репортаж». Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В столичном парке «Зарядье» состоится образовательный киномарафон «Они сражались за родину», посвященный Дню России. В рамках мероприятия продемонстрируют серию из восьми картин, ставших золотой классикой советского кинематографа, созданный в период с 1934 по 1953 год. Мероприятия пройдут 12, 16, 18 и 18 июня в вечернее время. О других новостях России расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе экскурсии можно узнать о победном пути Красной Армии, в схватке с врагом, о последствиях военных действий, а также увидеть трехмерные панорамы тех времен. Отдельного внимания заслуживает панорама Кёнигсберг-45, последний штурм, экспозиции музея-бункеры и смотровая площадка башни Дона. Кстати, бесплатную аудиоэкскурсию можно загрузить на телефон через приложение. Мошенники начали предлагать россиянам заработать на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Злоумышленники создали сразу несколько ресурсов с идентичным дизайном и контактами для связи, но разными названиями. На них предлагают выполнять работу, которая не под силу компьютеру, распознавать аудиофайлы и получать за это деньги. Жертве надо зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать. После регистрации предлагают расшифровать несколько аудиодорожек и отправить текст на проверку. Но затем, когда человек захочет вывести заработанное, сервис попросит верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. Однако никаких денег человек не получает. Как определить, что вам звонит телефонный мошенник, рассказал эксперт проекта Кибермосква. Он назвал несколько способов защиты от аферистов. Утечки персональных данных россиян чаще всего происходят по вине интернет-магазинов и служб доставки еды. Он порекомендовал использовать вымышленное имя при регистрации в подобных сервисах. На случай, когда злоумышленники по телефону выдают себя за родственников потенциальных жертв, важно заранее договориться с близкими о кодовом слове. При возникновении экстренной ситуации назвать его злоумышленники не смогут. Если звонки продолжаются, можно попросить собеседника перейти на видеозвонок. В выходные дни в округе проходили матчи и детские турниры по футболу. Какие еще спортивные мероприятия проведут в ближайшие дни, расскажем в нашей следующей рубрике. В прошлую среду, 31 мая, команда Одинцова впервые выиграла Кубок ГТО Московской области. Ребята проходили тесты по стрельбе и с пневматике, метании снаряда, прыжкам в длину и другим спортивным дисциплинам. В Одинцове 6 и 7 июня на спортивном стадионе по адресу улица Солнечная, 9 пройдут дни ГТО. Жители смогут выполнить отжимания, прыжки в длину с места, сдать тест на гибкость, посоревноваться в челночном беге и метании теннисного мяча. Мероприятия начнут проводить с 10 утра. Занятия йогой пройдут 6 июня на втором этаже административного здания Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Посетить его могут все желающие. Начало в 12 дня. 10 и 11 июня состоится открытое первенство Одинцовского округа по футболу на стадионах в Старом городке, Звенигороде, Жаворонках и в Одинцове на улице Солнечная, 9. Специалисты Сеченовского университета с коллегами из других вузов работают над созданием одноцепочных коротких ДНК-молекул антител, которые комплексно можно использовать для борьбы с глиобластомами, агрессивным и быстро растущим раком мозга. Разработка позволит создать новую терапевтическую молекулу, которая сможет уничтожать раковую опухоль, повысит четкость визуализации границ новообразования, что поможет нейрохирургу увидеть ее и полностью удалить, а также повысит эффективность лучевой терапии и исключит рецидив. О других новостях мира расскажем далее. Ученые из Германии провели исследование и выяснили, что люди, которые на ночь закрывают окна, испытывают меньше стресса. Громкие звуки по ночам провоцируют выработку в организме кортизола и других гормонов, способных привести к повышению холестерина и кровяного давления. Исследователи отметили, что громкие звуки во сне воспринимаются организмом как опасный сигнал. Ученые посоветовали закрывать на ночь окна, чтобы отключиться от уличной суматохи, а еще тщательно готовиться ко сну, добиться тишины и хорошенько проветрить комнату и постараться за полтора-два часа отказаться от гаджетов, чтобы отключить мозговую активность. Группа американских инженеров разработала инновационную технологию, способную вырабатывать электричество из влаги, содержащейся в воздухе. Электричество в капельках воды связано с наличием ионов, атомов или молекул, несущих электрический заряд. Когда вода конденсируется, образуя капли, в их состав могут входить ионы, придавая воде соответствующий заряд. Используя влагу в воздухе, можно производить электричество экологически чистым способом, тем самым помогая бороться с изменением климата и сохранять планету для будущих поколений. Тихоходка – самое маленькое животное в мире, также известное как водяной медведь. Длина этого микроскопического животного составляет в среднем менее полутора миллиметров. Некоторые из них могут достигать даже пять сотых миллиметра. Это крошечное существо славится своей устойчивостью и способностью выживать в экстремальных условиях и температурах, высоком давлении, радиации и даже в космосе. Они обитают как в водной среде, в озерах и океанах, так и в наземной, в почве и мхе. Самым маленьким млекопитающим в мире считается батадоноид – ископаемое насекомоядное животное из Северной Америки. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем – 18-20 градусов тепла, ночью – плюс 11-13. Ветер западный – 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров в ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 43%. Геомагнитное поле – спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. С вами была Ольга Дмитриева и Елена Краева. Мы желаем вам прекрасного дня, отличного настроения. Берегите себя. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова